Привет, девочки! Хочу вам рассказать про 4 продукта, которые для меня были в этом месяце открытия. Первое – это мусс для волос. Раньше, когда я была подростка, у меня был похожий мусс, и он склеивал волосы, и это была просто какая-то, ну, очень неприятная вещь. И поэтому, когда я в этот раз обрезала волосы, и я знала, что мне нужен будет объем, то я использовала все продукты, а мусс оставила на самый-самый последний. И думаю, ладно, если уже мне все остальное не подойдет, или я буду как-то, ну, там, хотеть еще что-то попробовать, ну, возьму мусс. И вот для меня это удивительный продукт, потому что я ожидала хуже, скажем. Ну, не ожидала, в общем. Для меня это было очень интересно такое. В общем, сейчас что я вам могу сказать? Не склеивает, волосы объемные, волосы послушные, нету жирности волос, то есть я, допустим, мыла голову через день, теперь могу мыть через два и даже через три дня, и волосы хороши. И даже можно с распущенными ходить. Вот. И, в общем, классно. Как я пользуюсь? На влажные волосы вы взбалтываете, переворачиваете, ну, такой нажимаете, и такой шарик будет с объемом апельсина, ну, вот как это на мои волосы, там, или яблоко среднего, возьмем так. Вот. И мы распределяем, потом сушим голову. Ну, короче, вообще. То есть мне очень-очень-очень-очень понравился, очень зашел, буду покупать обязательно. Вот этот продукт, я его купила, но долго им не решалась пользоваться. Ну, думаю, ну, что такое фиксатор макияжа. Потом я посмотрела видео, где девушка делала такой тест на телефоне, то есть она прикладывала телефон к лицу с тональной основой и отпечаток показывала, сколько тональной основы осталось на телефоне. Потом она припудривала и показывала, сколько потом, и потом уже после пудры наносила спрей и показывала, что после спрея там вообще почти нету, ничего не остается. Так вот, и посмотрев это видео, я решила, что все надо пробовать. И вот вы уже видели мой первый восторг от этого спрея. Сейчас я им уже пользуюсь на протяжении недели. Вот когда наношу макияж, сразу использую спрея-фиксатор. И мне очень нравится, потому что макияж стойкий. Ну, действительно, разница есть. Поэтому я вот неожиданно рада. И для меня это сейчас тоже продукт, который будет обязательно в моем постоянном использовании. Вот такой карандаш с маслом. Этот продукт я купила себе еще в прошлом году. Тоже вот в осенне-зимний период, потому что у меня, ну, вот очень сильно сохнут валики. Очень сильно. А сейчас, особенно когда мы используем там средства, которые, ну, дезинфицирующие средства, вот валики настолько сохнут, что аж неприятно. Такая корка и, ну, знаете, такое, ну, очень неприятно. То есть у меня даже, ну, оно не скажу, что там чешется, но неприятные ощущения, такой прямо сухости, стянутости валиков вот этих. Вот. И потом, когда вы используете вот такой карандаш, он с маслом, то есть мы открываем, там вот это масло, получается, мы тут проворачиваем поршень, и вот сюда поступает небольшое количество масла. И мы вот этой вот кисточкой просто прорабатываем вот эту вот зону, там, где валики. И получается, что жидкость, небольшое количество жидкости выделяется на валик, и он становится сразу влажным. И уходит вот это ощущение стянутости, и внешне очень красивый эффект. И, конечно, кажется, да, что это пока масло работает, оно такой эффект, но даже, ну, пройдя там несколько часов, все равно нет вот этого дикого сухости вот этой вот валиков. То есть для меня это продукт, ну, вот я когда его покупала, я думала, это больше декоративный такой продукт, чтобы красивые были ногти, я его использовала при фотосъемке. То есть мне нужно видео записать, и перед этим, ну, обрабатывала вот этот вот валик как раз, вот тут, где кутикула, чтобы ничего сухого не было, и очень красивые видео были. Вот, но в этом году прям очень сильно, вот, наверное, месяц, как, может, чуть меньше месяца, мне очень сильно сушат вот это вот части, прям так, что аж, ну, аж, ну, очень сильно неприятно. И я вот этим вот средством пользуюсь, и уже два дня я вижу разницу, и я вижу, что мне теперь не так хочется, ну, знаете, вот как-то удалить это вот, ну, потому что настолько такие бывают, как сухари прямо, ну, вообще какой-то ужас, ужас. Я думаю, что это связано с вот этими дезинфицирующими средствами. Конечно, крем для рук обязательно нужно использовать, но вот если у вас, ну, потому что у меня ручки, то у меня все хорошо, а вот эти валики, то это капец какой-то. Вот для меня вот этот продукт очень мне понравился. Ну, и вот ожидаемый продукт, который я уже пользуюсь, вчера первый день использовала, а до этого пользовалась пробниками. Это сыворотка из новой серии Skin Relief. Это для чувствительной кожи, которая содержит растительный ретинол, то есть вещество, которое по своему составу, оно будет работать как ретинол, но при этом это растительный продукт из растений, который не вызывает аллергию, но при этом работает на коже как настоящий ретинол. То есть получается и от морщин, и кожа очень гладкая, очень нежная, и прям вот, и, ну, настолько приятная. В общем, если у вас есть проблемы с чувствительностью кожи, если у вас есть проблемы с тем, что вы, допустим, не можете использовать какие-то очень активные продукты, потому что у вас, ну, какая-то реакция кожи. В общем, вот эта серия, она мне кажется просто великолепной, она ждала своего появления у нас, поэтому, девочки, тут, в общем, настолько крутой продукт, настолько крутой состав. Смотрите, во-первых, там все упаковки, они с дозаторами и специальная упаковка, которая предотвращает доступ кислороду, то есть поршень тут закрыт, так закрыт, и вы, когда наносите, то есть такое ощущение сразу, как будто одеялом укрываем кожу, настолько мягкое. То есть средство, оно успокоит кожу, увлажнит, восстановит вот этот барьер кожи, и при этом содержит антивозрастные компоненты, что я знаю, у меня клиенты есть, у кого чувствительная кожа, они не пользуются активами, потому что они знают, что для них это вызовет реакцию, но всем хочется от морщин, всем хочется для того, чтобы дольше оставаться молодыми и красивыми, поэтому вот такой продукт я вам рекомендую, а лучше даже всю серию. Я себе взяла сыворотку, и сейчас заказываю всю серию, ну, потому что сыворотка чуть быстрее закончится, поэтому я начала с сыворотки. Очень-очень жду крем для век, потому что он такой бархатный, очень жду из этой серии, ну, тоже вот все, я буду заказывать сейчас всю серию себе, но очень жду, вот самые-самые вот такие ожидаемые для меня, это умывание из этой серии, там оно пенка, крем для век, и вот, ну, вот сыворотка. Ну, дневной и ночной крем мне тоже очень понравились, дневной крем там с СП в защите, ночной крем. Кстати, дневной крем содержит такие светоотражающие частички, и такие частички, которые улучшают сразу тон лица. Ну, вот после первого же применения будет такое ощущение, как очень красивая кожа, очень красивая. Поэтому вот я вам всем рекомендую, для меня это продукты, вот первые три неожиданных открытия, а вот это очень ожидаемое, я очень ждала, и я просто хотела вам рассказать, насколько мне понравился результат. Поэтому, будут вопросы, спрашивайте, пишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!